Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Спасителю нашему Господу! Братья и сестры, всех вас приветствую! Благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа из города Тулы, здесь в парке. Сегодня утром молюсь, благоставляю всех вас, возлюбленные, молюсь за всех друзей церковной реформации. И сегодня рассуждаю о хлебопреломлении, причастии Евхаристии, причастии, причащении тела и крови Господа нашего Спаса Иисуса Христа. И сегодня делаю трансляцию я, утренний эфир был, слава Богу, получилось сегодня у меня выйти в эфир. И сегодня у нас 19 ноября, 2019 год, и в библейском исчислении сегодня 21 число месяца Хешвана, 5780 года от сотворения мира. Или же, если считать от нашего исхода, как Господь тоже просил нас отчитывать месяцы, времена отчитывать, то на дворе 3331 год от исхода из Египта. Да, друзья, и сегодня проводил хлебопреломление тоже Евхаристию в прямом эфире. И слава Богу за всех вас, друзья, слава Богу за всех, кто присоединяется, участвует со мной в этих эфиристиях. Слава Богу за всех христиан, за всех верных и святых чад Божьих по всему лицу земли, что совершают ежедневно в простоте сердца, в евангельской такой простоте, преломляют хлеб, воспоминания Господа нашего Иисуса Христа, вот, и с таким действительно великим призывом, взыванием к небесам, гряди Господи Иисусе. Да, друзья, и по поводу хлебопреломления, причастия Евхаристии, то в чем особенность Евхаристии, совершаемой вот таким образом? Она межконфессиональна, она межцерковна, она не деноминационна, такая Евхаристия, такое хлебопреломление. Оно является не узкоконфессиональным, не узкоденоминационным. Это межденоминационно, межконфессионально, это общецерковно, общехристианское является хлебопреломление, причастие. Знаете, я люблю, конечно, когда совершается это церковно, когда совершается это, имея в виду в определенной церкви, конфессии, динаминации, когда это совершается в рамках какой-то существующей церкви поместной. Но намного приятнее мне и последние годы, последние 20 лет, это наиболее приятно, когда совершается это межконфессионально, межцерковно, междинаминационно. Вот, и причастие онлайн, вот так вот, Евхаристия, Хлевопреломление, вот таким образом, как вот сегодня утром практиковалось, да, и практикуется мной последние годы в таких прямых эфирах, вечерние молитвы, утренние молитвы. Вот, кстати, да, присоединяйтесь, даст Бог, завтра, позже продолжим, в 6 утра по киевскому времени, в 7 утра по московскому, присоединяйтесь онлайн, значит, причастие, Евхаристия, утренняя молитва, значит, здесь на канале Ютуба. Архиепископ Сергей Журавлев, мой канал называется, и прошу любить и жаловать, как говорится, да, присоединяйтесь и подписывайтесь, и делитесь с друзьями. Моя мечта, у меня есть мечта, как Мартин Лютер Кинг говорил, великий американский реформатор, баптистский пастор, у меня есть мечта, у меня тоже есть мечта, И моя мечта, действительно, когда всякого рода сектанство падет в нашем разуме, в наших собраниях, домах, церквях, когда всякого рода сектанство падет, и действительно, вот, общехристианское, общецерковно, совершится хлебопреломление причастия. Мы говорим, гряди Господи Иисусе, и вот такие онлайн-евхаристии, они, онлайн-литургии, они позволяют, действительно, верующим разной конфессии, разных динаминаций, совершать вместе это причастие. Я говорю, что мне приятно и в моей церкви, и в наших церквях бывать, и в гостях участвовать в хлебопреломлениях, это приятно, это восхитительно каждый раз, это замечательное переживание, действительно, единство во Христе верных и святых чад божьих, но еще более приятнее, когда совершается это, будем так говорить, межконфессионально, межцерковно. Вот, и в нашей церкви, в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, когда я пастырствовал, я всегда, наоборот, практиковал как раз именно вот подобное. Я старался не просто в, как бы, рамках конфессии нашей церкви, да, вот, нашей юрисдикции, нет, а чтобы это было межюрисдикционно, межконфессионально, междинаминационно, общехристианская. И к причастию, и когда пастырствовал, я тоже призывал всех, абсолютно всех и вся, даже те, кто, может, только пришли, вот, первый раз даже на служение, но если они приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, Господом, принимают Иисуса Христа как Слово Божье, как Агнца Божьего, спасителя своего, Господа, целителя, брата своего и друга, освободителя во Христе Иисусе, ведь действительно освобождение, друзья, то добро пожаловать, мы все принимаем причастие и в Харистию хлебопреломления. Спасибо, Господи, за все, спасибо, Боже, за эту милость, за благодать, за единство во Христе Иисусе. И Иисус сказал, молясь за единство верующих, Он сказал, освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина. И действительно, истина в Иисусе, Он есть Слово Божье, и в Нем есть единство настоящее, единство в истине, друзья. Дамы и господа, Он есть путь и истины и жизнь. Благоставляю всех вас, возлюбленные. Уже батарея, к сожалению, заканчивается, но утром продолжим. Давайте, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. С гордо Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия, мир всем вам и благодать, да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя. Аллилуйя.